Продолжение следует... Продолжение следует... В 2015 году один-единственный раз, ну еще 7 раз они были на подиуме, но последний раз-то было давно, в 2005 году, тогда в финале в Риме обыграли нашу команду они. И территории, вот Словенцы до полуфинала имеют такую привилегию. Если сегодня случится победа, ну а конечно, это дополнительная ответственность и дополнительная мотивация. Ну плотная, хорошая подача, которая в принципе не становится какой-то грандиозной проблемой. Причем оба раза Джанели, да, в одиночку его закрывает. Ну действительно тут пьяно. Ну а французов было на день больше на отдых, еще раз этот момент подчеркну. Но очков он наберет все равно прилично, посмотрите, всех проверил. Это нужно пережить, преодолеть, перестоять и выйти на следующий сет все-таки с другим настроем. Сборной Франции в этом матче. Я, кстати, смотрю на то, что происходит сейчас в Антверпене и там Украина. Ну что, Хуанта Рена опять же не забивает. Зайцев, ну хоть первый мяч-то реализует, нет. Дать второй партии, все-таки очень надеюсь, что итальянцы найдут аргументы. И мы увидим красивую яку. Пока абсолютно не его день. Ух-ху-ху, Гребенников достал. Вот это да! Сузов сейчас вырос, тут крылья. Гребенников супермен, просто посмотрите. Сколько титулов лучшего лидера в его карьере. Можно спонтить титул на чемпионате. Хотя в первом сете-то вот я сказал, что он один-единственный мяч забил 6. Может быть не лучшим будет опять же процент, но зарабатывает он универсальный игрок. И в клубах его используют при таких очевидных. Вот здесь, как в защите, поборолись. Только нехорошие поступки вызывают резонанс в прессе. А так, внимание, пресса уделяет недостаточное. Сейчас справились. Итальянцему было понятно, куда полетит передача, так что пришел. Видно и невооруженным взглядом. Опа! И вот он. Получается, что этот отрезок 10-5 итальянцы выиграли. Диагонального. Что здесь? Ну вот, не готов Буае. Там прыгал центральный. Но итальянцы все равно знали, что передача полетит 24. И в итоге итальянцы не знали на площадке. Зайцев с Хуантараной тоже. Что у Зайцева с приемом? 56% требенников, который великолепно играет в защите. И передачу может отдать. Так что, как понимают волейбол, французские режиссеры. Именно Женю показали главным героем этого эпизода. Сейчас итальянцы сыграли Пайп. Это Османи Хуантарена. Леру понимал, что в арсенале у этого огромного французского диагонального нет он. Он, смотри, трех принимающих. Хуантарену, потом Калачи. Почему именно силовыми? И затем Лавье. Он ходил здесь между. Еще у него в первом сете серия из трех подач. И здесь то же самое. Что, еще одни цели? Результат аннулируется. Но здесь результат не аннулируется. Здесь выходит Лавье с подачи. Причем какие все разнообразные. Теперь он нашел Зайцева. Но решил не травмировать молодого доигрышка, который вышел на замену. Разгрома в поединке соперников. Мы, в принципе, абсолютно равных по классу, по уровню. Давайте посмотрим, что происходит в Антверпене. Там, кстати, украинцы вцепились. 14-10 верно ведутся. Враждебный, да, на площадке соперника. Основных игрока. То есть, получается, связующий-то тоже это суперзвезда. Четырех основных волейболистов снял. Начинает стартовый состав партии против Франции. Появляются пять молодых ребят. Вот сейчас мы это увидим. С Леоном в Перудже. Он нет. И, я смотрю, у Виецкого. 11 очков, хотя эффективность атаки 28%. 70-25. Но у Плотницкого... 9 эйсов. Ну, а у французов тоже...